Я ждала момент, когда уже увижу дочку и определюсь с именем. Как только я взяла ребенка на руки, я сразу поняла, что это Злата. Ну, конечно, это коллективно нужно делать с женой в первую очередь, советоваться. Я лично против, чтобы называть какими-то редкими именами. Лучше там Иван, Александр, Дмитрий, Сергей. Самые лучшие имена. Мне кажется, это как-то по наитию должно быть. Ну, вот что-то либо очень хотеться много лет, но вот у меня, например, есть такое, что у меня есть какие-то определенные имена, которые нравятся. Если там, да, из какого-то религиозного, например, соображения рассматривать, тоже как бы по церковному календарю. То есть, ну, разные есть определенные, да, такие вот факторы. Я знаю людей, которые задолго до рождения ребенка знают, как это будет звать. Знаю людей, которые придумали буквально в роддоме имя. Поэтому мне кажется, все-таки важнее посмотреть на то, как это все будет сочетаться и то, как это будет соотноситься. Потому что вы вроде как пошутили, а ребенку с этим жить потом. Кто-то верит в лексические какие-то значения, кто-то верит в то, что имя определяет судьбу. Все-таки считаю, что это не сильно влияет. И все зависит исключительно от того, что ты вкладываешь в имя будущего ребенка. Поэтому то, что тебе нравится, то, как ты мечтал назвать своего ребенка, так и нужно. Говорят, что в честь кого-то не нужно это. Они свою жизнь прожили, им у них свои имена. И ни к чему это, надо какое-то новое новшество. Детям дают сейчас красивые имена. Как по мне, преимущественно, конечно, нужно выбирать, чтобы оно сочеталось с отчеством. То есть, чтобы оно звучало красиво. Сначала надо на ребенка посмотреть, потому что можно подбирать разные варианты, но они будут не соответствовать, скажем так. У нас такое было. Пришлось выбирать другое. Семейно сидели, собирали, советовались. В целом, для того, чтобы выбирали любое имя, главное, чтобы потом в будущем никто не жалел об этом. Именно втумчиво.